За родину? За мать? Да родина мать дома сидит, на нищенской пенсии. Нужна ли такая родина мальчишкам, 18-летним, необстрелянным? Мир сходит с ума. Ай, да, друзья, мир сходит с ума. И вот я вам хочу привести ответ на любой единичный пуск Кремль обещает уничтожить весь мир. Это 7 августа газета «Красная звезда» опубликовала здоровенное программное заявление под названием «Об основах государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания». Обычно, что там пишет «Красная звезда» интересует мало кого, даже в России, тем более на Западе. Однако, тут статью прочитали все, после чего начали перечитывать и перепечатывать друг у друга цитаты. Впервые в публичном пространстве продекламированы условия, определяющие возможность применения Россией ядерного оружия. Ну что же, это на что ответ? На ливанские события или на что? Первое условие связано с поступлением достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территорию России или ее союзников. Сам факт старта баллистической ракеты будет зафиксирован системой предупреждения о ракетном нападении. При этом не будет возможности определить тип ее оснащения, ядерное или неядерное. Поэтому любая атакующая ракета будет позиционироваться как ракета с ядерным оснащением. Информация о старте ракеты в автоматическом режиме будет проведена и доведена до военно-политического руководства России, которое в зависимости от складывающейся обстановки определит масштаб ответных действий ядерных сил. Условия о применении противникам ядерного и иных видов вооружения массового поражения, о воздействии по критически важным объектам России, об агрессии с применением обычных средств поражения не должны вызывать вопросов у экспертов. На поставленный вопрос, какая целевая установка агрессии против России, обладающей значительным ядерным потенциалом, можно дать конкретный ответ – уничтожение России как государства. Таким образом, в основах Россия обозначила красные линии, переступать которые мы не советуем никому. Если же потенциальный противник решится на это, то ответ, без сомнения, будет сокрушительным. При этом конкретизация ответных действий, где, когда, сколько, будет определяться военно-политическим руководством России в зависимости от обстановки. Само заявление сделано начальником управления Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации господином Стерлиным. Однако, поскольку господин Стерлин – фигура не самостоятельная, то, надо полагать, он озвучил инновационную ядерную доктрину кремлевского руководства. И, согласно этой доктрине, даже одна замеченная где-то баллистическая ракета вызовет ядерный удар Кремля по тому, по кому там пожелают. Поскольку эта непонятная ракета угрожает существованию России как государства. Заявление довольно смелые, друзья. Поскольку Россия – самая большая страна на планете. И нет в мире такой ракеты, которая смогла бы уничтожить Россию одним ударом. Разве что на Россию прогневается бог-император и прикажет подвергнуть ее экстерминатусу, то есть зачисткой территории от рептилоидов до базальта. Но даже во Вселенной таких избирательных бомб нет. И если бог-император принимает решение об устреблении ксеносов и темных культистов, то речь идет о зачистке целой планеты, но никак не страны. Таким образом, одна ракета Россию уничтожить не может. Она может уничтожить только Москву как максимум. Поэтому, очевидно, Кремль именно себя отождествляет с российским государством. А всех остальных, типа хабаровчан, считает непонятно кем. Таких заявлений не делал даже мы, Николай II, полный титул которого звучал. Императорские Каевеличества, император Таврический, Херсонский, непонятно еще какой. В общем, все земли мира были перечислены в титуле Николая II. Но я скажу вам, что если в Кремле сидят его потомки, то, друзья, конечно, они всеми этими титулами и землями обладают. И когда им кто-то где-то, видимо, угрожал, они это переносят теперь на всю страну. Если кто-то где-то стал угрожать Кремлю, тем, кто там сидит, мы, Николай II, который сидит в Кремле сегодня, то получается, что тот самый, который сидит в Кремле, признает Кремль как всю Россию. Поэтому он начнет бомбить всех, кто попытается атаковать Кремль. Надо так понимать эти заявления. Не знаем пока, как отреагирует на такую постановку вопроса Россия. Однако, что мы знаем, определенно подобные заявления являются признаком слабости, трусости, наверное, больше всего. Человек, который чувствует свою силу, так не говорит, поскольку это грозное, как бы заявление, больше похоже на истерику, размахивающего наганом гражданина, припертого к стенке, превосходящими силами и орущего «всех порву», при том, что патронов на всех определенно не хватит. Поэтому вряд ли кого-то такие заявления напугают. Глобальный обмен ядерными ударами предполагает последующее тотальное переформатирование мира. При самом плохом раскладе переформатированием будут заниматься мужики в шкурах, сражающиеся на каменных топорах. Ну что, друзья, конечно, мы можем смеяться, поэтому сейчас, раз уж пошли такие истерики, дела у Кремля, очевидно, плохие, и там совсем не уверены, что генералы их, военные, побегут палить из всего, что есть только у них на вооружении. И, конечно, как думают на Западе, скорее всего, приказ не расслышат, и в Кремле это отлично знают, понимают. Поэтому и напечатали такую бумагу, чтобы раз нанести удар невозможно. Пусть про этот удар хотя бы где-нибудь кто-нибудь прочитает и вдруг задрожит, испугается. Ну и теперь, судя по тому, что вся западная пресса цитирует господина Стерлина с утра и до вечера, с посланием на Западе, конечно, ознакомились, посмеялись, друзья, и далее, скорее всего, будут принимать какие-то меры. Так что следим за развитием событий, запасаемся попкорном, садимся на удобные диваны и будем наблюдать за развитием событий. Кто где дерется в России? Кремль, Министерство обороны, Стерлин. Где кто дерется, друзья? В конце концов, непонятное вот это заявление, непонятная эта обширная такая статья об основах государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания, которая публиковала газета «Красная звезда», и где написано, что нарастание негативных тенденций в мире, сопровождающих процесс становления новой системы глобальной и региональной безопасности, способствует созданию предпосылок для активизации текущих и возникновения новых угроз военной безопасности Российской Федерации, которые могут перерасти в военные конфликты различного масштаба. Важнейшим постулатом обеспечения военной безопасности нашего государства является гарантированное сдерживание любого потенциального противника, в том числе и коалиционного состава от развязывания военной агрессии против Российской Федерации или ее союзников. В основе лежат боевые возможности отечественных вооруженных сил, в первую очередь ядерных сил, по нанесенному агрессору неприемлемого ущерба в любых, даже самых критичных условиях обстановки удара возмездия. Именно поэтому высшим приоритетом государственной политики Российской Федерации в области военной и в целом национальной безопасности является обеспечение ядерного сдерживания как основы стратегического сдерживания. Официальные взгляды Российской Федерации на ядерное сдерживание в современных условиях были публично продекларированы 2 июня 2020 года в основах государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания. Необходимо подчеркнуть, что появление документа такого уровня в публичном пространстве произошло впервые за всю историю Советского Союза и Российской Федерации как его правоприемника. Являясь документом стратегического планирования в области обеспечения военной безопасности, основы определяют опасности и угрозы для нейтрализации, которых осуществляется ядерное сдерживание, основные принципы и субъекты сдерживания и, самое главное, условия возможного перехода к применению ядерного оружия. Я не знаю, друзья, что хотят этим сказать наши военные, но явно получается, что Россия кого-то пугает. Нам, друзья, надоело воевать. Не хочу я, чтобы матери плакали, не хочу, чтобы сыновья бежали от армии. И нам потом, нашим потомкам будут рассказывать, как они бежали за родину, за Путина. Такое уже было. Когда нам вешали лапшу и говорили, что мальчишки, 16-18-летние, бежали на фронте и кричали за родину, за Сталина, и умирали спокойно. Это вранье. Не было этого. Моя соседка по дому в Черемушках говорила о том, что они мальчишкам шли сзади, в спины, и как только поворачивались эти мальчишки, когда они почти безоружные, гнали их под танки, то в это время заградотряды стреляли им в грудь. Страшное было время. Сейчас такое же хотят повторить наши военные. За какую родину и кого они будут гнать теперь впереди себя? Под какие танки сегодня погонят наших мальчишек? За родину? За мать? Да родина мать дома сидит на нищенской пенсии. Нужна ли такая родина мальчишкам, 18-летним, необстрелянным? Где здесь патриотизм, друзья? Может быть, патриотизм в том, чтобы защитить свою мать и обеспечить ее деньгами, хорошей пенсией, хорошей квартирой, хорошим питанием? Так это надо отнять у олигархов, друзья, чтобы обеспечить этим мать свою. Так где же патриотизм? В чем патриотизм? Давайте разберемся вместе. Я Таня Карацуба, Сеидбургхан. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok